О кузнечиках. Казал-то, кузнечик. Такая скромная тварь. Видали здесь кузнечика? Я только саранчу. Вот здесь саранчат. Вот так. Сиди мальчат. Да, вот так и пиши. Еще есть здесь цикады. Мы на самом деле не о цикадах поговорим. А цикады как выглядят? Цикады как выглядят, как сверчок, чуть побольше. Цикадам очень трещит противно вот так, да? Ну не знаю кому противно, кому нет. Ну в общем, примерно как кузнечик, только прочь. Давайте подумаем. Почему именно кузнечик, именно цикада стала такой любимицей поэтов? Слово красивое. Ну слово само в себе хорошее, да? Кстати, оно было одинаковое, да? Что по-гречески, что по-русски. Цикада, кузнечик. Это все антибрачно, правда? Ну, если оно, то пошло по-гречески на основание для первого ступака сам. Скажем так, по-гречески это так теперь. Но тем не менее, мы сейчас с вами проймемся в древность. В самую-самую древность. Чуть позже Гомера и Есиона. И вспомним мы с вами греческого поэта. Анакреонта. Почему я Т пишу в словках? Потому что русским чаще анакреонт. Анакреонт. Отсюда идет анакреонтика. То есть некая лирика, легкая, свободная, счастливая. Анакреонт всегда представлял сам себя в стихах, как некий старик, окруженный молодыми девушками. Это вообще как? Давайте подумаем. Анакреонт, анакреонтика. Может кто-то богатый со служанкой? Анакреонт богатым не был никогда. И это, конечно, не служанки. Его жены. Жены. Ну, скажем проще. Это его любовница. Ну, почти. Но почему у старика, убеленного сединами, вдруг любовницы молодые девушки? История Накреона – это девушка и девушка. Девушка. Именно так. Как вы думаете, почему так? У Ломоносов есть такие стихи «Разговор с анакреоном». То есть, Ломоносов разговаривает с тем древним-древним греком. Да? Странное это или странное? Как вы думаете? У Ломоносов, поэтов 17-го века, вдруг берет и разговаривает с поэном 2-го века до нашей. А то и третьего. Точные даты жизни Анакреона неизвестны. Он, как бы, от своего лица говорит с ним так. Анакреон. И это переводы стихотворений Анакреона. «Мастер в живописстве первый». Это кто такой? Мастер в живописстве. Первый. Лучший художник. Первый в родской стороне. То есть в родосской, да? С острова Робос. Греческого. Мастер на ученый нервы. Напиши любезно мне. Любезно это? Благодарность. Благодарность. Нет. Напиши любезно мне. Напиши мне ту, которую я люблю. Надевай же платья Алла. И не чищись всю грудь закрыть, Чтоб ее, уведев мало, и опрочем рассудить. Это Анакреон. Заметьте, это Хорея. Правда? Мастер в живописстве. Первый. Первый в родской стороне. Мастер научен Минервой. Минерва это кто? Минерва это Афина Кулада. Правда? Да. Она покровительница не только войск, но и искусств тоже. Поэтому мастер научил Минервой. Напиши любезно мне. А что отвечает ему Ломоносов? О, мастер в живописстве первый. Какой размер сразу? Он берет то же самое. Только добавляю один слов. Яблок. Это яблок, конечно. Ты первый в родской стороне. Он играет словами, да? Это не родская сторона, не родос, а родская сторона. То есть российская. О, мастер, научен Минервой. Изобрази Россию мне. В чем диалог? В чем странность? В чем разговор? О чем они собственно говорят? Давайте подумаем. А Наклеон хочет, чтобы художник описал ему поднять возлюбление. Это просто. Правда? Ну, и Россия может представить. Правда? Что хочет герой Ломоносов? Чтоб его изобразили не просто ту, в которую он влюблен, но Россию. Это на самом деле, посмотрите, разговор о Наклеоне и Ломоносове. Кому интересно, лезем в интернет, смотрим, Ломоносов, разговор с Наклеоном. О чем еще Наклеон написал? О радостях жизни. Конечно, о женщинах. Конечно, о вине. Конечно, о любви. Конечно, о счастье. Но не надо думать, что это счастье всегда через край. Это счастье, я бы сказал, очень дозировано. Потому что много человеку для счастья не надо. И Наклеон это прекрасно понимал. И вот отсюда, от этого вине, Наклеон, у нас целое направление и во французской, и во русской поэзии. Поэзии «Анаклеонтика». То есть поэзия легкая. Поэзия, сообщающая действительно о радостях жизни. Конечно, Анаклеон запомнился современником, да и сам он устроил свой образ в цехах, как действительно такой старик, обвеленный сединами, вокруг которого он был. Ну, красиво, правда? Да. Но, конечно, не всегда он наверняка таким был. Чем Анаклеон писал? В основном Хорей. Хорей по-гречески. Или по-другому Трохей. Это такой веселый плясовой размер. Тара-тара-тара-тара-тара, тара-тара-тара-тара, ну и так далее, да? Не важно, сколько стоп в нем. Хорей по-гречески всегда веселый размер. И Англион на первом стерео занимается как будто чёршью. Он воспевает, собственно, бокалка. Что ему воспевать? Он воспевает цикаду. Знаменитое стихотворение Англиона, которое послужило примером многим-многим поэтов до 21 века включительно, и думаю, еще дальше послушать. Казалось бы, за что воспеванцы правил? Что вообще о ней петь? О ней героически ничего не сложишь. Правда? Ну, насекомое, оно и есть насекомое. А почему она хороша? Давайте подумаем. Давайте подумаем, пока вы не получили даже текстов никаких. Давайте подумаем, о чем можно здесь петь? Как оно трещит. Как оно трещит, ну да, трещит, это правда. Как бы поет, да? Но трещит оно однообразно и в общем смешно, правда? Ну да. Здесь, слава богу, мало цикад, но тем не менее, думаю, услышали сами. Как трещит кузнечик, да это все. Да. Кстати, чем он трещит? Задними лапками. Угу. Ногами, как бы, да? Да. Да. Так. Ну, конечно, это воспринимается как голос. Пусть однообразный, пусть скучный. Так. А еще за что? За то, что может она похожа на сверчка. Ну, чем-то похожа на сверчка, ну и что? Ну, может... Красивый сверчок. Чисто говоря, сверчок не очень красивый, правда? Ну да. Да. Так. Я думаю, все сверчка гадали, опять-таки. Может быть, про то, как она сбрасывает кожу ухождение? Так. Это уже лучше, как она сбрасывает кожу. Ага. Она действительно сбрасывает кожу. Это позволяет ей прожить еще несколько лет. Цикада же это долго, кстати, да? В отличие от муравья. В отличие от кузнечика. Но это не так важно сейчас, правда? Еще чуть-чуть. А какого цикада цвета? Цикада коричневого, серого. Как сверчок примерно, как саранча. Так что цвет здесь тоже не важен, потому что цикада. Ну, трещит она себе и трещит. Давайте подумаем, за что бы поэты его воспевали.